2014 год конечно был интересный год потому что выявились все 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 дела которыми занималась занималась российское руководство со все эти последние годы стало известно куда утра вот так сотратили российские спецслужбы огромные деньги которые они получили от путина начиная с президентства путина 2000 года потому что у нас все таки не было информации о масштабе куда только не сунули российские деньги теперь мы знаем что фактически российские спецслужбы попытаются играть на каждой площадке где есть хотя бы какая-то возможность там если надо крадем биткойны если надо там организовать организуем чтобы было много троллей которые бегают по твиттерам и сообщают там какой хороший этот дональд трамп но это видишь уже старые сталинские файлы а независимости каталонии вот что является главным для российского народа событием вот это судьбоносное событие будет ли каталония независимыми или не будет и конечно чтобы там что-то происходило обязательно надо дать огромное количество денег чтобы там что-то происходило но не говоря ужасов а независимости шотландии или или там еще какие-то такие события так что фронт действий там путина по всему миру очень широк и конечно это все надо обильно обильно поливать нефтедолларами которые россия получает но конечно бабушка он не так переживет эту зиму как один депутат единой россии посоветовал бабушке иди собирай хрень не надейся на путина но правильно сказал конечно на путин надеяться незачем у него другие забота чем там российский народ но в общем то это и было главное в 2017 году вот вы видели этот масштаб куда все эти российские деньги шли сейчас денег нету это другое очень так сказать важное событие в 2017 году для русского народа резервный фонд кончилось резервном фонде денег нету теперь конечно там есть еще какой-то фонд благосостояния наверняка будут тратить эти деньги восемнадцатом году но в общем то денег уже нету или не люди не дают себе отчет что после президентских выборов надо действовать аховое положение надо так сказать уже пояс то там как-то думать о том чтобы как бы тянуть этот пояс вокруг себя это уже так нету другой возможности значит будут уменьшить расходы и и будет такой рубль не очень дорогой и очень много других интересных событий впереди но все это семнадцатый год все это семнадцатый год все это зародило семнадцатом году не связанность политики внутренней жизни россии чтобы поднять благосостояние своего народа но такого конечно мире редко видишь все устремлено на сопределы россии но только возьмите тот огромную компанию сирии но это было известно что это просто пиар компания для путина в связи с его избранием президента показывает какой он крутой какой играет там какой-то роль мире но видите пшик ничем этом не кончилось только трупы вагнеровцев везде так сказать результатов никаких нету нету не мира сирии не разрешено никакая проблема сирии надо очередной раз вывести войска и что-то там еще обоболтнуть по поводу того что все удалось к сожалению ничего нету а утрачен там потрачен там просто громадное количество денег усилий и так далее но ничего нету и надо теперь заниматься более более сложной проблемой это проблема украины который семнадцатом году конечно стало еще страшнее чем было прошлые годы нету никакой вообще не видно как это возможно вообще решать со стороны российского руководства так что год был интересный надеемся что не менее интересным будет 18 год украина